Всем привет дорогие друзья, с вами канал Салат Удачи. Так, на палец нам не смотрите, на топорина, это была травма. Сегодня мы поговорим о любимом пистолете Гиллера в 90-х, о пистолете Марго. Ну что, стрёмно, нет? Чё стриматься, пошли давай. И правда не волшебники. Козлы. Ассистент глушитель, сейчас подойдет мне магазин. И сейчас, дорогие друзья, мы покажем вам, как в 90-х расправлялись с неугодными конкурентами товарищ. Кстати, почему решил подпистолить снять обзор? Потому что, во-первых, он не так уж часто попадается. И, во-вторых, каждый партизан должен знать, как работает калибр 5,6 мм. Спортивный лонг-райфл. Заряжаем золотистые патрончики, они покруче будут. И делаем. Делаем вот так. Ну, небольшая задержка была, пистолет старый, но сиху не. И работаем вот так. Итак, дорогие друзья, сейчас поговорим о выдающемся конструкторе СССР, о Михаиле Викторовичу Марголине. Родился он в 1906 году в городе Киеве 11 февраля. Будущим молодым парнем он принимал участие в гражданской войне на стороне красных. В 1924 году он получил ранение в голову, которое привело к очень тяжкой инвалидности. Он полностью остался без зрения. То есть, человек фактически ничего не видел. Но, как говорится, русская земля полнится самородками. И, я не побоюсь этого слова, великий оружейник, чтобы вы, ребята, понимали, все свои проекты создавал в голове. Без точных приборов, без калькуляторов. Он их представлял, давал детали, давал размеры устно-токарю. Вытачивали сперва из дерева, из пластилина делали все, а потом уже фактически готовые образцы изготавливались из металла. Начал он свою деятельность в начале 30-х годов. Создавал мелкокалиберное оружие, спортивное. Во время Отечественной войны, по 46-й год, работал фактически в ракетно-аркетическом управлении, главном Советского Союза. На должности он занимался ремонтом вооружения, также его рекламацией. Сразу же, по окончанию Великой Отечественной войны, в 46-м году, он незамедлительно приступил, вернее, продолжил свою деятельность в области создания малокалиберного спортивного оружия. Сразу же в 47-м году мы получили в свет его первый образец, пистолет Марголина МС. Всем известный нам, как малокалиберный спортивный пистолет Марголина. На его базе были созданы и отправлены в серию, в серийные производства, такие же пистолеты, как МЦМ, МЦМУ, а также наш пистолет Марго, МЦМК. Почему это любимое оружие киллеров? Также это оружие очень ценят бойцы антитеррора, потому что он обладает... Ладно, ребята, я это на закуску вам оставлю, почему это любимое оружие. А сейчас мы поговорим о том, в каком году он был произведен. Произведен он был в 1990 году на базе Ишмеха, тоже талантливым конструктором Ярыкиным. В 1992 году он был пущен в серию и на экспорт. Некоторые образцы данного пистолета, замечательного пистолета, удобнейшего пистолета, были отправлены в ДОСАФ. Возможно, даже у меня вот пистолет, такая трофейная модель, мы не знаем, откуда он к нам пришел. Возможно, это был... Вот видите, написано, у СССР, возможно, он был отжат в украинском ДОСАФе. Позже он был модернизирован народными умельцами, такими же данными, как Марголин, под данный прибор бесшумной, беззвучной, беспламенной стрельбы. Тоже народными умельцами изготовлены. В чем ценность данного оружия? Для меня лично, а также для людей, которые профессионально занимаются такой деятельностью. Тем, что у него очень малоимпульсный патрон, малая отдача, свободный вход затвора. Это обеспечивает малая отдача, малый импульс, удобная рукоятка, обеспечивает хорошую кучность при стрельбе. Малоимпульсный патрон дает, ну, фактически, малый звук. Скажем просто, маленький патрон, он меньше шумит. Но он очень продуктивный и добычной. Сейчас все охотники, кто работает, потешествует мелкашкой, мне сейчас скажут, да, 100%. Потому что мало дыма, мало вспышки, малый звук, тем более с прибором. Идеальная зачистка в узких помещениях, пространствах. Также работа для антитеррора. Почему? Потому что пуля, попадающая, безоболоченная, она имеет очень большое останавливающее действие. Для спецназа все это очень важно. Плюс, если вы стоите в террориста, вы знаете точно, что пуля останется в нем, умы, а не полетит в заложника или не поразит другую цель. Также он очень славен из-за своего антирикошетного патрона. Ну, я не сказал бы, что он специально разрабатывался как антирикошетер, но по факту так оно и есть. Малый импульс, 78 джоулей, обеспечивает поражение, ну, скажем так, ну, если человек убить в голову, то это нужно до 15-20 метров его использовать свободно. То есть, черепушку проламывает, работает, ну, фактически идеально. За счет отдачи патрона свободный затвор, без запирания, вполне хватает для перезаряда этого оружия. Так что, парни, сейчас мы разберем данное оружие, взвесим его, померяем, пощупаем, посмотрим магазин, посмотрим патроны, какие у него тут есть, как магазин, эх, как он, блядь, неудобно, но отмыкается, посмотрим. В общем, посмотрим на оружие, сейчас под микроскопом. Погнали, парни. Итак, дорогие друзья, давайте рассмотрим пистолет более детально. Верхняя часть пистолета, прицельное приспособление его, прицельная гривка, она же целик, она же часть приспособления прицельного. Так, давайте рассмотрим сверху курок, ударник. Вот у нас ударник, здесь видно, да? Так, извинения, я прошу за свой антибактериальный пластырь, который специально пропитан специальной смесью для заживления ран у меня. Вот ударник, часть ударника, сам у нас курок двухпозиционный у нас идет. Так, одна позиция у нас, водохранитель, который блокирует спуск на этом пистолете, блокирует спуск, ну, похоже на ТТ-шник, система похожа. И вторая рабочая часть у него. Оп, все, очень просто. Так, смотрим сюда внимательно. Рукоятка у нас специальным выступом есть. Шахта магазина, вот она. Крепится таким вот запирателем. Скоба у нас под палец, очень удобная. Сейчас казенную часть посмотрим. Так вот заряжается. Вот казенная часть ствола. Сейчас мы сфокусируемся. Все очень просто. Так, Майдан, ЮССР, Байкал. Все четенько. Так, специальная резьба для прибора. Сейчас мы прибор накрутим, покажем вам, как это происходит. Все очень просто. Вот, ОБС-тик наш импровизированный из алюминия. Его, в принципе, достаточно для того, чтобы обеспечить беспламенный и почти беззвучный выстрел. Вот он у нас найдет. Разбирать его нельзя по правилам Ютуба, к сожалению. Но, может быть, когда-нибудь правила изменятся. И мы посмотрим, что здесь внутри. Так, дальше смотрим. Сейчас мы перейдем к магазину перед разборкой данного пистолета. Потом его взвесим. Посмотрим. Вот у нас идет магазин. Магазин коробочного типа. С насечками. Один, пять и десять. То есть, все прекрасно понимают, что это означает. Количество боеприпасов. Снаряжаются боеприпасы. Да, конечно, вот эти боеприпасы у нас очень специфические. Я вот так вот их вытаскиваю. И сейчас попробую их зарядить. Вот, высыпаетесь. Ай-яй-яй. Все, застревало. Мама дорогая, что делать? Опа. Опа. Опа, 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 щас. Все. Вот такой у нас подаватель металлический. Пяточка. Закроем подаватель. Пяточка. Номер закроем. Так, магазин мы осмотрели. Дальше снаряжение производится. Смотрим внимательно. Пальцем надавливаем. И все. Подтаскиваем патрон к задней части, к задней стенке. Тут пробор такой есть специальный. Прям на пробор ставим его. И назад подтаскиваем. Все. Патрон кольцевого боя. Пять и шесть миллиметра. Двадцать два ЛР. Лонг-райфул. Считается спортивный целевой патрон кольцевого воспламенения. Так, по магазину мы с вами разобрались. По боеприпасу, то есть накалывание происходит капсула не по центру, а сбоку. Между вот этими вот двумя загибами, там есть бертолетовая соль, которая является воспламенителем. Ну, если вам будет интересно, вы историю этого патрона можете почитать. В интернете. В интернете. Вот так вот. Так, дальше. Теперь идет разборка. Неполная разборка оружия. Каким образом она осуществляется. Берем здесь штифт. Направляющий пружины. Вытаскиваем, проворачиваем, послабляем ход затвора. И вот здесь вот есть специальная такая вот планочка. Ставочка. Ограничитель, я не знаю, как она называется точно. Потому что по пистолету очень мало информации в интернете. Просто очень мало. Пистолет, по сути, уникальный. Так как у меня больной палец. И он у меня не функционирует. Сейчас я попробую это все дело. Так, коротко и ясно. Двумя руками своими. Вот она. Такая штука. Разобрать. Отладываю в сторону ее. Смотрим дальше. Вот. Полузья, салазки. Сейчас я покажу, как она обратно ставится сразу. Вот так вот она ставится. Вытаскивается. Ну, очень просто все. Брачок только не поймет. А теперь смотрим внутрь. Что тут у нас такое? Смотрим. На землю. На стол. Вот она. Возвратная пружина. Возвратный механизм состоит из штифта, на который наживлена пружинка. Муфты специальной, которая ходит из запирателя. Так вот она запирается. Ну, как эти запчасти технологически правильно называются. У меня нет технологической карты. Ну, все предельно ясно, я думаю. То есть, планка с этой муфтой запирает его. Вот она запирает таким образом. Ставится. И вот. Так вот она. Закрывается. И держит. Сам затвор. Вот затвор сейчас рассмотрим отдельно. Зат... Ух, ебать. Затвор нужно почистить, конечно, будет. От пороха. Затвор у нас свободный, скользящий. Без запирания. Экстрактор у нас видно. Вот, да? Сбоку. В общем, ничего сложного. Все гениальное. Просто. Итак, сейчас его соберем. Сборка сейчас пойдет у нас. Так. Допуски здесь минимальные, потому что оружие спортивное и точное. Это говорит о том, что его нужно содержать в чистоте. Если какой-то песок крем не попадет, то, возможно, будет недосыл из-за плиты задержки. Оружие, скажем так, в отличие от автомата Калашникова, имеет минимальные допуски. Это говорит о том, что... Ну, это мое личное мнение. Можете не согласиться, что оно не особо надежное. В полевых условиях. Ну, оружие киллера. Оружие. Спецназа не для полевых условий. Так, дальше берем вот такой штифт. Вставляем. Тут сейчас нужно найти отверстие специальное. Специализированное. Ага, вот все. Вставили его. Потом просто берем. Вот так вот. Обратно. Пальчиками переводим. И у нас появляется, открывается вот такое вот. Вот когда оно не переведено, оно вот так вот выглядит. Когда переведено, оно открыто у нас. И вставляем его вот этим зубом к стволу. Сейчас я буду париться, потому что палец не функционирует. А правой ручонкой было бы. Вот. Поставили его. Вот тут бывают люди парятся. Когда забывают его закрыть, может отсюда выпасть эта штучка. Защелочка эта вот. Как она называется. Можете написать в комментариях. Просто я, ну, нет технологической карты. Может кто-то занимался этими пистолетами. Буду намного вам благодарен, признателен. Эта штучка может выпасть, так что нужно быть аккуратным. Вот. В принципе, вся материальная часть данного пистолета. Магазин у нас. Сейчас я покажу, как он. Там циферки. Я не хочу их палить. У нас крепится вот таким вот образом. И еще была недосылка патрона для того, что магазин до конца, бывает, не доводится. Так что, парни, вот так вот. Такой у нас замечательный, красивый пистолет. Сейчас мы будем его взвешивать с магазином и без. И поговорим о тактико-технических характеристиках. Давайте мы начнем с вами взвешивать данное оружие. Отмыкаем магазин. Вес без магазина. Потому что, подыхав, в интернете их куча, и они не соответствуют. Так, включаем весы. Вес без магазина разряженного пистолета. Вес магазина не снаряженного. 70 грамм. Вес магазина не снаряженного и пистолета. 813 грамм. Так, вес одного патрона. Лонг-райфл. 3 грамма в среднем. Получается 30 грамм плюс 813. Получается 843 грамма он будет весить полностью заряженным. Прибор не буду взвешивать, потому что он не ГОСТовый. Смысла я в этом не вижу. Сейчас замерим длину самого ствола. 116 миллиметров будет. Вот такая у нас длина нашего ствола. Так, полностью. То, что написано в интернете, его убойная сила равна... Ну как, сила энергии, генетическая энергия равна 70-80 жуолям. Прицельная дальность данного оружия равняется 50 метрам. Емкость магазина 10 патронов. По весу мы только что с вами разобрались, дорогие друзья. Итак, пистолет мы обозрили, посмотрели, оценили его. Так что я предлагаю приступить к полевым испытаниям на пробитие. Продолжение следует...